уважаемые зрители очень рад вас приветствовать на необычной серии мы с димоном сейчас направляемся в скобскую область проехали где-то полпути от нашей базы ну примерно до точки 400 километров чуть меньше и задача наша сегодня разыскать вездеход на авито выскочил очень интересный экземпляр лопастня димон называет лопастня я не знаю как правильно в общем это российский вездеход который был еще до шерпов ему подобных и не получается дозвониться до человека который это объявление разместил очень краткая информация несколько фотографий все вопросы по телефону я ему звоню последнюю неделю ноль эмоций димон звонил все то же самое человек как-то появляется в сети объявление не читает трубку не берет но мы не захотели выпускать потому что так уже случалось не так давно очень интересную машину уже упустили поэтому решили взять пока за рога полпути проехали где-то час пятьдесят нам остался до точки есть фотографии со скудным задним фоном есть коптер который мы будем подымать смотреть исследовать есть язык какие-то навыки по коммуникации будем ходить спрашивать интересоваться и надеюсь что все таки нам повезет так что присаживайтесь начинаем ориентир у нас деревня ванцова рядом с обсковом осталось нам 142 километра а дальше уже будем искать как будто не вскоп мы едем на на кольский лет десять назад там постоянно такая ситуация он ступся седьмой ничего вот здесь вот они есть вот это вот он работает красавица водила вот такими банками короче вот здесь . стояла объект объекты там вот слева объект здесь он вообще за этот как это абандон проклятый старый дом добрый абандон помещать ну что же полдня езды сейчас три часа дня не реально да и сейчас мы узнаем что там в объявлении была за . если там где летает коптер что то что нас устроит а может мы сейчас не везде хоть найдем может мы найдем как редкий трактор кто знает я автобус уже нашел там беларусь синий судя по фоткам буханка но это было летом на беларусь отсюда наверно не должен был уехать я думаю что он тут стоит и стоит сколько я коптером смотрю там просто пустота нету там не домой вот это единственно где вот можно действительно внимательно посмотреть это вот здесь вот вдоль дороги тут вот километр можно даже погулять ходить посмотреть поиск с воздуха нужного нам объекта успехом не увенчался сейчас на машине попробуем проехаться и может быть даже пешком придется так мы сменили локацию буквально в соседнюю деревню разница между ними там но не больше километра снова подняли коптер пока проезжали мы увидели синие трактора даже несколько игру димон давай поддержка с воздуха вот трактор стоит не был там такой трактор надо фотки посмотреть буханка была буханком ладно вы птички пролетели опасненько здесь какая-то он тачка маскирует она и стоит короче давай по поселочку поэтому проедем и у кого-нибудь поспрашиваем андрей журавлев на человека знаем который продает вездеход здравствуйте скажите а андрея журавлёва не знаете а журавлев андрей андрея не знаете журавлёва пытаемся позвонить в 50 раз появляется в сети нет сейчас звонок идет трубку никто не берет на сообщение не отвечает ну чего на салабсов на дизеле топ вообще в росту что там за резерв на этой машине сколько там 2 литра жару лично короче суть в том что до заправки но километра два наверное не знаю полтора может андрея журавлёва не знаете андрея купили воронку вы не укиска если тратон и изданы в целой части 20 минут у меня вот ботинки он быстро дошли нужно вместе но это пол беды или же машина завевать золотой канистры чем золотая 2 рубля суток сушь уже пофигу до такой ситуации ты знаешь когда человек в пустыне идет ему дают звука просто добавь воды и вот это нам канистру без бензина держи чего то есть спасибо человеку выручил не пришлось нам 2 километра пешком топать давай отворяй человеку даже не в эту сторону было у нас довез за что конечно огромный респект я поджерик я знаю что ты можешь все один был на берегу всех на ледовит и не хочется на его катаре сидя сверху ну что поджерик поднялась вот в этот мы же попробовали потом когда не проехать этого не надо было делать это детонация там идет капот открывать смотреть если там лягушатник на нигде силы это что-то нажимает грегла на чтобы там воды какой-то не копанул снизу какую-нибудь гадостью это вот сам о усилия появилась и г вот это уже вот это уже тима сейчас мне кажется заведется да да мы живем мы можем ехать дальше поджерик я тебя люблю ну все мы доехали до этой же заправки до которой ходили пешком он столько у него там показывает это вот 10 литров ну короче мы не поняли вообще что происходит странный здесь какой-то резерв экстренное включение экстренное включение да мы уже собственно откушали и собираемся в обратную дорогу димону димон почему-то не мне хотя звонил я больше написал человек журавлев андрей и указал свой номер телефона очень интересно даже камеру не брали я на телефон снимаю сайва добрый день по объявлению короче от общались приколом андрея наконец-то документов нет документов нет состояния полностью комплектные только собрать бортовые но агрега вы уже вытащены они свои и соответственно ну и столько надо вот всего комплектовать ну и по колесам там какие-то вопросы колеса делаются деревне большая мы не доехали чуть-чуть километра три четыре это три четыре до но истерик продолжается уже пока не потемнело ну да наверно еще бы взломанулся да вот на 9 километров не доехали с тобой да вот тот населенный пункт где мы рыскали первый раз подымали коптер поехали дальше туда там ничего не нашли и дальше уже не поехали потому что топливо да вообще сегодня в этот день не знаю удачи может быть любит каких-то таких немножко смелых отчаянных и все вот так сложилось да и даже если бы у нас топливо не кончилось но было же час как ехали в питер и не факт что вернулись бы сюда на осмотр в общем хотите верьте хотите нет но вся эта история чистая правда осталось 9 минут смотрите обратите внимание на шнурок это просто топ у меня уже ключ от этого шнурка ну по правой стороне как вы видите да с правой стороны будет пожарная машина там потихоньку там выйдите и володя володя да короче вот пожарка трактора какая здесь интересная конструкция нау тут вон и теле работали мотор у него ну да понятно короче конструкции он ездил он ездил а его привезли с болота тут он на ходу был у хозяина умер и бабка его продала он по болоту ходит нам глюк у собирали вот у ну и денек питер мы не поехали остались сколь в гостинице спасибо во первых журавлеву андрею что вышел на связь уже неплохо ну и спасибо федору федор это наш друг помощник в делах связанных с транспортом на завтра уже нашлась машина в 11 часов будет на точке поэтому мы сейчас отдыхаем отдохнуть не я считаю надо я сегодня прям с поджейком конкретно стрессанул главное на тот момент никакого понимания связи уходом не было зачем приехали непонятно куда приехали машина обсушили просто на ровном месте вот войдите короче мне сейчас нужен часок релакса по-любому в артандере как раз вышло масштабное обновление небесной стражи поэтому парень меня сейчас не трогать war thunder это бесплатный многопользовательский онлайн экшен в котором сейчас доступны зенитка панцирь с 1 ждет дальнобойщиков за своей баранкой а истребитель як-141 с вертикальным взлетом готов разрезать облака в лучах теплого солнца для любителей военной классики теперь доступен легендарный вертолет little bird она воды были спущены первые в истории war thunder корабли французского флота испытая новинки в эпических битвах по всему земному шару бронемашины самолеты и вертолеты сражаются вместе на одной карте выбирай любую технику по вкусу прорывая оборону противника на земле и зачищая небо постоянный экшен с крутой графикой и реалистичным звуком погрузить тебя в атмосферу драйвовых баталий тебе доступны сотни боевых машин разных наций каждую можно модифицировать различными гаджетами и украсить по своему вкусу бесплатно качай war thunder по ссылочке в описании по ней же все новые игроки а также те кто не заходил war thunder полгода и более получит полмиллиона серебра неделю аренды легендарных немецких танков три премиумные машины в подарок навсегда бустера на прокачку неделю премиум аккаунта и другие бонусы но нужно спешить забрать все это так как сезон немецких подарков скоро закончится ссылочка в описании так у нас следующий день 11 часов сейчас должен валера подъехать хозяин вездехода тоже должен быть андрей журавлев оказывается что он наш зритель это несколько упрощает весь процесс очень часто смотреть мы дождались эвакуатор сейчас будем грузить и будем застревать застревать вытаскиваем трактор есть такой у нас сегодня эвакуатор манипулятор выдержит выдержит но без колес я думаю что килограмм 900 может даже меньше может даже 800 колес не такие легкие я потрогал наши ободрыши маленькие весят примерно 100 поинтересовались у андрея почему до него было не дозвониться был на рыбалке на границе с эстонией связь там уже эстонская поэтому трубку не брал у нас и 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 Стоял 10 лет на месте, стоял. Сказали, говорит, больше 10 лет. Да, будет теперь у нас стоять, может даже и ездить. Должен ездить, нет, должно поехать, это интересно очень. Да, интересно, все, понятно. Тем более, в принципе, все есть. Первый наш будет у настоящее, он такой легкий вездеход. Самое главное, чем он будет отличаться от всех остальных, он скоростной. То есть он по среднему бездорожью идет раза в три быстрее, чем все остальное. За счет подвески, за счет мягких колес, за счет низкого центра. Он устойчивый, он проходимый, и он еще и плавает. Но перед тем, как плавать, надо хорошенько проверить. Ну, это было следовало ожидать. Восторг. 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 А, 82 ТСП, да-да-да, 82 ТСП. Да, да, 82 ТСП. Две цепки, наверное. От него же у нас мост лежит. Или от чего? Да, такое же такое. ТСП 82 ТСП. Прям все-таки маленькие колесики спереди, а какие-то здоровые поставки. ТСП 82 ТСП. Так, ну все, сделка совершилась. Андрея, спасибо большое. Сыну Андрея привет передаем. Как зовут? Илья. Илья тоже привет. А мы поедем сейчас сопровождать манипулятор. Все, мы добрались. Водитель охерел. Он сегодня с Питера в Шковскую и обратно. Причем еще мы в области находимся. Длина часов в руле. Да я даже офигел. Не знаю, сколько там часов в руле. Охерели. 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 Скажи, почему тут постигнули? А потому что низина у нас вся ледяная, снежная. Вот так. И, ну, решили тут на ночь глядя у него провод не устраивать. Делом. Подъедем. Подымем, если подымется. Вот, если не подымется, у Антоки тут будет стоять, пока не оживив, не поставим на пол. Либо волоком, пока в подвесках не вытерем. Ну, должно подняться, по идее. Я думаю, что, ну, не тяжелее, чем в Охерке. Двенадцать. Двенадцать. Двенадцать, да. Тем более обеспалешься. Хорошо, что из таких материалов, сплавов, во-первых, крепкие. Во-первых, не гниет, а во-вторых, крепкие. И легкие. Так, друзья, у нас новый день, и надо уже вездеход куда-то пристроить. Пока что, ну, на какое-то недлительное хранение. Займемся им скоро. А пока вот, ну, предположительно, туда мы его будем ставить. Фронтерик мы отогнали. В апреле его заберут. Все тем же самым взяло. Это все делать планируем. Что-то зашипело где-то. А, вон, тормозная, по-моему. Так, у нас, как всегда, не самый подходящий инструмент. Очень хороший, но не очень подходящий. Очень длинный. И очень длинный, да. Стропа, вот это удлинитель троса на 15 метров. Да. Интересно. Какая она, по-моему, весит. Да хера. И отсел. Тут бой жетонный. А, прилип. А, блин. Вот так, я тебе хочу сказать, что. Ну, прям. На пределе. Ну, ты сейчас будешь идти сзади придерживать. Ты ход. Потому что она тереться об колеса будет. А, обо все будет тереться. А потом завернемся. Ага. Стой, стой, Игорь, куда ты так поехал, да стой, Игорь, стой, говорю, чё ты рванул-то с такой скоростью-то, блядь? Да у нас сцепление, думаешь, работает? Его надо и везти вообще по микрону, хуярит во все стороны, об колесах ебачатся, обо всё. Так, не думал я, что у нас такой квест будет. Вездеход длиной 4,7, едва-едва между берёзовниками помещается. Очень интересно. Подняли, короче, максимально высоко, сколько возможно. На надежде, что мы всё-таки её довезём сегодня. Рулит туда! Немножко подправишься. Да, по-другому никак, может. Давай. Проект, да. Короче, тут миллиметраж вообще лютый. Приходи, Коп. Приходи. Блин, целый квест нам подкинул манипуляторщик, но по-другому никак. Минус один амортизатор у нас на вездеходе, но ничего, наверное, он и неисправный был. Главный образец у нас есть, но будем восстанавливать. Можно пошустрее? Отдельное спасибо ребятам из Т-ПЛАЗ за шикарный крепёж. Мы его иногда всё-таки не по назначению используем, но всё равно выдерживаем. Но вот с этим надо прекращать. Грозоподъёмные стропы у них есть прям одна, отдельная позиция. Ну да. Вот она нам нужна. Так, ну что, зафиксировали, да? Наш вездеходик, амортизатор тоже зафиксировали. Да. Вот придётся. Ну как мы тут поняли, это просто какие-то жигулёвские амортизаторы из двух. Два сварены вместе. Я думаю, что квестов нам таких предстоит очень много, особенно это касается авиационной трансмиссии. Дмитрий Викторович подошёл, говорит, ну явно, вот с первого взгляда видно, что это где-то с авиацией позаимствовано. Не знаю, как с этим. В наше время будем рассчитывать на нашу большую аудиторию, и кто-то может быть как-то нам поможет. Подгонит нам самолёт, вертолёт. Да, сейчас мы разгружаем салон, ну и начинаем погружаться в недрах этого вездеходика. Так, дисков нам досталось, немножко погнутых, да? Вот этот, по крайней мере, погнутый. Восемь штук вместе с тремя колёсами. Три колеса у нас лежат, фишигин мы уже загрузили туда. Это вот ещё два диска. Камера. У нас тут баков. Ну, давайте, нам надо будет новые делать. А вот редуктор, да? А где шестерёнка какая-то, он сказал, вытащить. Это вот тоже? А, вот она, шестерёнки. О, да. Вот, откровенно говоря, трактора надоели. Просто уже тошнит от них. Этот вездеход как отдушина, и он и ездит будет по-другому. Он будет ездить мягко, быстро и как машина, без этого девильного борта по морозу. Кстати, да, друзья, если кто-то имеет отношение вообще к этим вездеходам, какая-то документация, где-то, что-то, как-то, ну, поделитесь, если у вас есть. Да, потому что было бы здорово восстановить её. Без чертежей это будет сложновато. А если вдруг кто-то сможет восстановить нам на неё документы, это будет топчик. Так, ну, с этим нам придётся разбираться долго и упорно. И оставим это на десерт. Для начала разберёмся вот с половинкой двигателя здорового человека. Двигатель от Аки к нам попал. Эти вездеходы вначале, по-моему, комплектались Аковскими, двигатели комплектовались, а потом уже пошли восьмёрочные. Но оттого интереснее с ним будет разбираться, и возможность свапа есть. Что с этим двигателем? Проверим комплектность. Здесь лет назад он заводился. Надо его провернуть. Что надо докупить? Маслицу уже куплено. Где-то его даже... Так, вот это масло. С маслом, кстати, в последнее время вообще всё негладко. Но мы пользуемся вот таким. Это масло Любикс. Разумное сочетание высокого качества и приемлемой цены относится это масло к холдингу Бельгина. Это ведущий производитель смазочных материалов Турции. К холдингу в этом году 70 лет, поэтому качество на высоте. Что важно, очень широкая линейка. Можно подобрать смазочный материал практически под любой современный автомобиль, в том числе грузовики. Поэтому эта штуковина нам подходит. Ну и этому малышу тоже, я думаю, что подойдёт. Ну, короче, первое, что я вижу, отсутствует у нас с тобой катушка. Ей просто нет. Вот два провода. Я первое, что вижу... Где она была? Что тут можно было мотор поставить. Два раза больше. Блин, здесь чувак, кто-то жил. Пипец вообще. Погрызли? Погрызли, вон тут всё. Погрызли, погрызли. Вот, смотри, как у них сделано. Видишь, шуф? А вот тормоза, вот трубки идут. Какой-то барабан стоит. Что, чего это? Что это? Кто это заинтересно? А где, кстати, расширительный бачок? Вот расширительный бачок. Смотри, какой классный был. Он просто превратился в прах вообще. Ну, смотри, под крышкой, посмотри, вообще всё идеально. Надо выкручивать свечки и искать, где тут плюс на стартер. На случай, если кто-то думает, что мы купили шляпу, и которая вообще не поедет, у которой привод только на две задние оси, у которой немощный двигатель, я вот монтажёра попрошу в этот момент вставить чуть-чуть кадров и испытания этой штуковины, ну, чтобы люди примерно понимали, что этот вездеход может. Короче, чувак, у нас нет стартера с тобой. Его кто-то спёр. Дверьки вообще просто, они невесомые. Вот весь вездеход сделан очень-очень лёгкий. Тут у нас ещё два диска. Даже не терпится сравнить колёса. Вот наш ободрыш ураловский, да? Достаточно много. Можно, в принципе, не откидывать. Когда он прыгать будет на этих колёсах. Ну, это колесо больше. Статное колесо побольше, да? Да, причём прилично побольше, да. Да нет, и чё? Это легче намного. Да. Прям в разы. Разница есть, раза в полтора мне кажется. Ну, посмотри, какая здесь ступица игрушечная. Куда? Ну, вот на таких колёсах этот вездеход до 80 км в час разгонялся. Или до 90. Судя вот по отзывам, до 60 км у него адекватная управляемость. На камерах. По трассе. И фишка этого вездехода у него огромное преимущество в том, что при наличии категории B управлять им может любой человек. Вот это вот кайф. Но документов у нас нет, поэтому управлять им не может никто. Надо посмотреть по тросам, что тут вот сиденье кто-то спёр. Да, да, да. Попишите, пожалуйста, что там чего это сиденье. Да, это атаки. Здесь все атаки. Ну, ещё купим. Да, слышу, работает. Тут рейка. Рейка там, да, вон она. Да, посмотри, какие у него там чехлы. Типа должны быть герметичные. Да, и не наплавает он за счёт колёс. Ну-ка нажми на сцепление. Работает хоть трос этот? Или мы сейчас будем ещё и троса идти искать? О! Давай нажимай. Да, сцепа работает. Это радует. Такой прикольный рулёк, как будто даже и не советский, да, никакой, не русский? Ну да, и не на рулёк. Такой стильный, молодёжный. Кнопочек дофига. А что там за приборы? А, ну понятно, по минимуму. Давление. Давление масла, температура и тахометр. Смешно какой-то. Да, прикольный тахометр. Блин, такой взяли. О, нифига. Закукаевший? Нет. Нет, кстати, работает. Да. Мигалка, Димон, тебе задание. Пусть сделаем, да, вон оно. Он как-то вот мне напоминает не автомобиль, а аэроса никакие. Прямо сзади винт, сюда лыжи. Ну, кстати, почему нет? Смотри, у нас ключ сохранился. Ну-ка, поверни. Да, вообще. Да, все работает. А, нифига, работает ключ. Вот, Лада. Вот, искали шильдик, а нашли печку. Тут нигде ничего. Так и не видим мы никакой символики. Короче, я думаю, нам напишут все равно. Нам напишут, да. Экспертов много. Да. У нас части атаки заказывали. Я теперь весь мокрый. Экспресс доставка. А этот где? Вренгер, я не понял вообще. Это вместо него. Вместо? Сделали предложение, от которого я не смог отказаться. Как говорит Стас, надо брать тогда, когда подворачивается. В общем, 370 сил, 6 литров. А там у тебя сколько было? Там 5,2. Маловато. А здесь, здесь 6. Ладно. Че купил? Тут берут. Вот. Ух, какой он. У тебя оригинальный считается. Вот. Поэтому сейчас будем на него ставить. Там одна шпилька есть, а второй, по-моему, нету. Как обычно, надо болт туда искать будет. Сейчас будем искать. Провода. Катушка вот такого образца. Фильтр. Коммутатор. Ха-ха, да просто. Вот это по-русски. Надо с чем открыть. Кому-то вторая половинка достанется. Ну, в А17 ДВ. Это, ну, что она сказала, много ездит владельцев. Это та, которая не знала, что дырки у всех одинаковые. Хе-хе-хе-бай. В одном месте берут. Просто нужно его очень соосно ставить. Соосность. Во, все, попал. Ну, отлично. Все, он подойдет, да? Да, надо нам теперь искать. Значит, нам надо их болт и гайка. Очень здорово, что нашелся крепеж для стартера. Причем прямо тут. На вторую дырку. Потому что вот такой болт мы бы искали очень долго. Мы даже гайку искали очень долго вот сюда. Болт этот в итоге крепит не только стартер, но и является креплением. Ну, через колокол насквозь проходит уже в движок. Так, должны быть здесь провода какие-то куда-то. Вот, вижу, вот этот уже. Это вот, наверное, вот сюда. А где силовуха? Силового кабеля я не вижу. Вот какой-то проводок. Да. Короче, здесь кто-то спер провод от стартера до аккумулятора. Вот здесь только минус. Да, его нету. Пытаемся запитать стартер. Чтобы провернуть мотор. Да, надо будет, наверное, выкрутить сразу свечки и, может быть, посмотреть, что там. Или масло туда. Свечки вот такие там. Хинвал два. Ну, кстати, не такая пласткая. Ну, суть в том, что они вкручены. Скорее всего, нам повезло, и там воды нету. Потому что, да вот когда свечек нету, там жопа сразу настаёт. Привет, гоблин. Да? Да, привет, гоблин. Что же вы крутите? Ну, вы залейте, вы там чуть-чуть маслица прысните туда. Сейчас мы туда и прыснем маслица чуть-чуть. Не пишите больше комментариев, что мы всё на сухую делаем. Так вот. Не, Димон у нас не пьющий, он точно всё на сухую, все серии снимает. А я спортсмен. Поэтому мы оба такие, на сухую любители. Да, вот так. Оп. Так, ну что, мы уже, как говорится, приближаемся к первому этапу. Да, там может пыхнуть, включая всю проводку. Поэтому, я не знаю, надо очень аккуратно сейчас. Так, попробую искрить, не искрить. На минус, в ужасном состоянии. Есть искр? Нет, искр. Нет. Нет, ну, надень. Но, надень, и в случае моих воплей, надо её срочно скинуть. Так. Очень классный, я где-то нашел клемма. Хорошо, что в руках не рассыпается. И на этом спасибо. Так, смотрим, есть ли плюс. Да, 12 вольт уеделось. Ну что, сейчас я пробую. Так. Какая-то рлюшка щёлкает. Я думал, ты будешь напрямую стартер замыкать, а оказывается, ты этот уже там, ключом. Вон, чтобы она сейчас не поехала. Да, ничего не пустит. О, лампы давления масла загорел. Отлично. Рановато пока, да? Да. Отключай запускай. Да, вон реле я уже вижу. Вон оно. По-моему, это вот это реле. Сюда должен приходить. Ну, что-то там есть. А у нас, кстати, на кузове-то масса вообще есть с тобой. У нас на моторе-то масса есть. Да, есть тут какая-то масса. Так, а вот это... Ух, ё-моё, ну понятно, почему она не работает. Скажи. А-а-а, он вся... Толло. Толло, да, неплохо. Думаю, что она не работает. А-а-а. Что за жидкостным охлаждением? Да, там в ней булькает. Прикольно. Блин, надо искать где-то. Короче, советского не было, нашел китайский. Ну, должно работать. Скоро на всем китайском будет. Да, скоро так будет все китайское. О, ёпта-си. О, заработало. Я ж дрогнул. Ну, крутится хорошо, это уже... Да. Ну-ка покрутите. Давление масла, что там? Давление масла я не уверен, что работает, потому что вам почему-то погасло. Так, ну стартер нам продали рабочий, и мотор... Крутящийся, это уже хорошо. Да, вопрос в приборах. Так, ну раз дело идет на такой лад, значит, половинка упаковки со свечами сейчас пойдет в дело. О-о-о. Вот такая бобина. Где она стояла? Вообще непонятно. Ты схему изучал? Не, где стояла, я тоже не знаю. Ой, ёмно, к ней же надо еще что-то подключать. Так, надо провода искать. Короче, провода нашлись, вот они. Это провода на катушку, а сама катушка где-то должна аккуратно была стоять. Вот так вот. Так, ну вот массу сделали, вон так вот. Суй туда туда. Давай, давай. Как будто мы уже в болото поехали. Сейчас, да. Все. Можно же и поднять, лизелом завести в болото. В болото, да, ну да. Металл не касайся, почему бы она нет? Ладно. Да. Есть искра? Да, да. Что еще? Вообще игрушечная, но есть. Нет, ну что-то там. Да нет, есть вроде. Ну давай попробуем, что. Вот такая у меня схема. Проводка здесь оковская. Схема тоже я такие скачал. Единственное, что цвета проводов, конечно, не очень совпадают, но в принципе, чего куда, понятно. Такую классную штуку тут обнаружил. Ты едешь, едешь, такой, надо тебе затормозить, ты соседу. Тормози! Давай! Завычок. Это правый, короче, тормоз, а вон там левый. Ой, ой, он потек, Игорь. Это насос? Да. Надо попробовать подтянуть. Ну-ка, на эту, подержи. О, там льется прям, там. А, так он не закручен почему-то. Так, клемма нынче надета. Откуда чихает? Ты свечки все прикрутил? Да, две свечи. Ну, притянут они у тебя. О, погу, уже и вставился. Да, это так. А пыхает от... А, подсос-то у нас? Подсос я выдернул. А я понял проблему. Надо шланг менять. Вон там потек. Разбор, окей. Добраться до шланга. Да, да, вон. Конечно, эти шланги, они всегда гниют. Неслава, смотришь, он их все время меняет. Че, у карбюратора-то не будет пока шланг. Вон там дыра. Огромная. Куда он там будет работать? Будет там работать. О, ни хрена он там. Лепота. Слышишь, столько стоял, работает. Так, сомневаемся мы в работоспособности карбюратора. Насос работает точно? Ну, нет, учитесь сомневаться, что ускорительный насос не работает. Чуть-чуть леванули. Чисто сейчас попробуем первый путь сделать. Блин, это вообще-то супер было. Ты бы еще затянул на середине шланга. Да, вспышка была. Вспышка в ночи. Ну, надо разбирать карбюратор и ускорительный насос. Короче, я тут почти все разобрал, шланги тоже пластиковые, он этот тоже стал, обломился, и это обломилось, короче, тут все пластиковое. Да, мы обломимся? Ну, не знаю. Он разобрал, вот эта мембранка, надо послушать. Она должна быть мягкой. Две секунды, и найдена она вполне себе резиновая. Это, кстати, от баги, по-моему. Хлюпает. Так, все тут накинуто. Накручено. Давай. О! Дворники? Офигеть. Что-то он как-то крутит, такое ощущение, что... Компрессии нет? Да. Как будто компрессии, наверное. Ну, тут два цилиндра, ты не равняйся на обычном двигателе. У него и звучит. Та-ля-ля. что-то пока не хочет не хочет есть подозрение что у нас карбюратор переливает но там не там видно на там что-то течет мимо кассы из него бензин вылетает не всегда из него бензин вылетает ну конечно на все мокрая если снимут верхнюю крышку смотрю короче вот в чем проблема вот это вот фигня и вот здесь если видно здесь резиновое колечко она уже не резиновая но пластиковая вот и через него льется вот сюда наверх хотя не должно не мимо вот этих сопел короче пойду искать колечко я нашел новую резинку сюда вообще пластиковая была ну все прыскай до туда откуда надо удары такие не знаешь такое ощущение что у нас клапана стучат блина об этот а там не могло проскочить ничего ремень там по крайней мере есть надо сейчас нет крышку и против уже так а куда крути он не заводится надо еще подручить может а снизу где-то и оборвала там как и можно брать снизу себя на было оборвано было бы оборвано было бы оборвано до нет там звук там прям звук сейчас я рукой почувствовал как будто металлический кувалду ударили на может шатун оборвал да может это компрессии померим сейчас у нас есть компрессом это может это но так ерзый двигатель что он нет и вот выхлопная система тут по трубе а прям удар был я прям рукой почувствовал так собственно компрессию мерим два в каком цилиндре это какой на цилиндр второй будем считать что это второй сколько но если он исправен должна быть десятка восемь ну должен заводиться 2 компрессии есть откуда звуки тогда можете показать да ни хрена себе показали а что за звуки блин хочу плюется почему плюется в чем плюется это воздушные жиглеры вообще и он за них плюется ну короче тут карбюратором проблемы аккумулятор сел или там клемма какая-то мне кажется он так каком-то положении его подрасклинило давай значит мотор повернемся за руками шикарно у нас мотор заклинило если ты есть бог помоги отец мой небесный я давай стартер открутим и посмотрим стартер заклинило мне кажется это что-то со стартером ваще весело с вами такое происходит нормально все с ним тут прекрасно нам от начали очень везло с оживлением сейчас нам не очень везет сейчас наоборот мы купим аковский мотор наверное недорого стоит потянем поворачивается замечательно я же говорю это стартер что он сломался что ли ну да его подрасклинило где-то как-то неудача может его помазать надо вот этот писюн да нет давай писюн помажем ну давай помажем это аккумулятор тоже его зарядить надо бедный не завяжем уже знаешь что это может быть как раз таки стартер у нас где-то перескакивает где-то может там не совпадает по зубьям и вот это звук а есть может быть с какой скоростью крыть мне как полторы тысячи оборотов у двигателя вам братан это была вторая и тогда секунды 4 ну какие-то потуги вот он заводится с полностью подсос когда у час выжат до упора нажать немножко и а дырки а а а а а а если затыкаю дырку вообще не работает ему мало ему мало возрастного топлива вот он работает только тогда когда эта дырка открыта и идет подсос извне если поменьше сделать подсос средний да надо ловить средний средний а а а а а а и тахометр работает не соврал андрей журавлев короче двойку он давит ну значит там все нормально короче я думаю что мы все поняли что чисто потенциально двигатель этот живой он требует настройки требует карбюратора доводки будем развиваться лёгкая невесомая дверь легкого вообще невесомого вездехода я считаю неплохая покупка дойдут руки а когда мы закончим да с основной нашей гусеничной техникой и уже начнем собирать его где-то по крупицам где-то чего-то как-то опять-таки может кто-то из наших уважаемых зрителей где-то поможет документации как чего тут было устроено может быть это вообще мы сейчас узнаем что это не лопастня и что-то другое самое главное это будет быстрый вездеход мы очень надеемся что у нас поедет мы его также быстро восстановим неплохая покупка андрею журавлеву спасибо что нашелся вовремя. Это была такая небольшая авантюра. Первый раз мы вот так поехали, и повезло. И, кстати, спасибо большое, ребята, что поддерживаете нас на Бусти по поводу покупки этого зверя на 370 сил. Все-таки я там как-то что-то подснял, Руслана с собой брал, эксклюзивчик на Бусти выйдет на эту тему. Ну, не формат, но как-то что-то сняли. Вот. На этом все. Всем пока, увидимся уже в следующем видосе.